Поможет пешеходам дорогу перейти, движение управляет, сигналы подает. И если он покажет так, то ты иди вперед. Как отмечают организаторы акции «Повод для обгона», сегодня правила дорожного движения дети нередко знают лучше родителей. Причиной тому просветительская работа, которая по всей стране ведется не только в школах, но даже в детских садах. Однако статистика по дорожно-транспортным происшествиям по-прежнему удручающая. Только по причине выезда на встречную полосу в 2017 году в России произошло более 15 тысяч ДТП. Из них 187 в Приморье. 324 человека были ранены, 46 погибли. Важный факт, отмечают инспекторы, мужчины обгоняют чаще женщин. За этот квартал 2018 года совершено 38 ДТП, 14 человек погибло. Видите, что практически 50% каждой другой ДТП цитали в исход. Тяжелее подводить итоги и разбирать дорожно-транспортные происшествия, когда в этих ДТП страдают невинные граждане и тем более дети. Чаще всего, отмечают организаторы акции, дети становятся жертвами ДТП, если их перевозят без использования автокресел. Таких происшествий, несмотря на штрафы, множество. Только использование специального удерживающего устройства позволяет сохранить ребенку жизнь, если автомобиль попадает в аварию, подчеркивают автоинспекторы. Поэтому в рамках акции для родителей подготовили специальные мероприятия, на которых расскажут о пользе детских автокресел. Отговорки на тему того, что у меня в автомобиле его невозможно установить, отговорки, что у нас проехать 15 метров, приводят к печальным последствиям. Работа с детьми также нам позволяет каким образом достучаться до родителей. А ребенок, вот много примеров, которые нам рассказывают, ребенок останавливает свою маму, папу, бабушку с дедушкой, говоря о том, что здесь нельзя переходить дорогу. Во всероссийской акции «Повод для обгона» примут участие 15 регионов. В Приморье кампания продлится до 31 мая. За это время организаторы планируют провести целый комплекс рекламно-просветительских мероприятий для разных целевых групп. До школьников, старшеклассников, студентов и молодых родителей. Площадками станут школы, автошколы, вузы, детские сады, многофункциональные центры и вокзалы. Как отмечают организаторы акции, 10 лет назад уровень смертности на дорогах составлял 36 тысяч человек в год. Сегодня около 19 тысяч. Автоинспекторы считают, что снижение уровня смертности в ДТП практически вдвое. Это в том числе и результат просветительской деятельности. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом.